Однажды Бернард Шоу сказал, если вы начинаете самопожертвование ради тех, кого любите, то закончивайте ненавистью к тем, ради кого вы эту жертву совершаете. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Фокус на человека» и мы сегодня говорим о жертве. Для этого разговора я пригласила в студию экзистенциального психолога, психодраматиста, специалиста в танцевально-двигательном подходе Марии Водинцевой. Здравствуйте, Мария. Мы с вами практически до интервью одновременно пришли к пониманию того, что мы сначала зашли и посмотрели словарь. Я думаю, мы займемся сегодня скорее разграничением понятий, потому что, действительно, лексика очень важна, поскольку она формирует мышление. И когда какое-то слово, например, узкоспециализированное, я, кстати, тоже подготовилась, и вот то, что я в энциклопедическом словаре нашла по этому поводу. Первая жертва – человек пострадавший или погибший от чего-либо, человек пострадавший или погибший ради чего-либо, животное – объект охоты или хищника, там тоже было, животных мы сегодня рассматриваем, живое существо или предмет, приносимое в дар божеству во время жертвоприношения. Это такая азантичная культура. Если мы углубимся, например, в историю, то изначально жертва, она имела все-таки некоторую коннотацию с подношением богам. Ну, сакральный смысл. Да, сакральный смысл, все те же там про Агнса, вот эти все прекрасные и непрекрасные истории, и поэтому очень важно различать, о чем мы сегодня говорим, о ком мы сегодня говорим, о какой жертве. Потому что, насколько я понимаю, в данном контексте жертвы – это скорее про некто мазохистический радикал, например, или спасательство. Радикал мы сразу переводим, когда у меня специалисты приходят и говорят на своем специальном языке. Некоторые есть особенности характера, это называется характерология. Характерология может выражаться в акцентуации, то есть у вас, если мы представим какую-то поверхность, акцентуация – это такой холм, то есть шли-шли вы по равнению, и тут вот, здравствуйте, мы встретили холм, это некоторая личностная особенность, ваша или другого человека. Ну, то есть то, что в характере более ярко проявляется. И радикал – это что-то еще более яркое, еще более, там, высотой из Кавказа уже будет, например, какие-то личностные расстройства, если есть, то эти качества будут проявляться, естественно, значительно более ярко. Вот. Ну, как-то мне очень хочется разграничить бытовое понимание жертвы и, ну, какие-то другие слова по этому придать, как раньше, например, в ходу было слово «инвалид», и очень хорошо, что сейчас оно заменяется, пусть и более длинными конструкциями. Изначально, соответственно, это было человек с ограниченными возможностями, и сейчас постепенно это заменяется человек с особыми потребностями, да, даже если послушать, как это звучит. «Инвалид», ну, как будто мы как-то оценочно, оскорбительно, ярлыково, как-то оно сразу какие-то очень жесткие рамки создает, или те же там слова «идиот», «дебил», «имбицил», которые изначально использовались в МКБ в качестве обозначения диагнозов психических заболеваний каких-то, на тяжелых степеней умственной отсталости, и перешли в бытовой язык, или та же наша любимая истеричка, да, в бытовом смысле, что мы имеем в виду под этим, и что там под этим, например, имел Фрейд под истероидным характером, это совершенно разные вещи, что-то в этом остается, ну, условно, что остается вот такой кусочек какого-то изначального смысла, и дальше... Все остальное вымалось уже, в общем-то. Да, все остальное вымалось, и поэтому я не использую слово «жертва», да, и в текущем таком нестигматизирующем языке я чаще использую слово «пострадавший», если это действительно, или «пострадавшая», «потерпевший», если это совсем уж юридический какой-то термин, ну, «пострадавший» более характеризует. Если я пострадавший, это временно. Да, согласна. Это, ну, рано или поздно... Я пострадал, но ситуация может изменить. Тогда мы получаем отсылку к факту и событию, которое произошло с человеком. А если это жертва, это что-то, ну, что-то из другой оперы какой-то. Хорошо. Ну, получается, что мы все-таки сегодня берем вот это среднее понимание, психологический контекст слова «жертва» и то, с чем мы можем столкнуться в коммуникациях и в себе с... Да, сегодня возьмем конкретно пласт коммуникации. Не будем, наверное, брать какие-то экстремальные истории сегодня. И как там, вот лечить пострадавшего от непострадавшего. Как помочь пострадавшему, как взаимодействовать с пострадавшими и пострадавшей. Сегодня больше про коммуникативное, наверное, то, что мы в бытовом языке понимаем, что у человека там, как-то модно говорить в популярной какой-то психологии, синдром жертвы. Хотя это не совсем про синдром жертв, это не совсем про это. Немножко как-то хочется обозначить эти понятия. Вот вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, почему я приглашаю специалистов. Потому что если человек сталкивается с тем, что ему, например, кто-то сказал, ну, ты себя ведешь как жертва, да, например, повесили ярлычок, куда в первую очередь человек идет проверять то, что он услышал в интернет, открываются самые популярные статьи, вот самые популярные психологии, которые человек читает чаще всего. Потому что, ну, специалистов мало, которые читают специальную литературу, да, в основном это именно популярный пласт. И вот вы как специалист сейчас, глубоко, глубоко знающий это дело, можете, ну, как бы развеять там в популярной литературе, что правда, а что неправда. Потому что я как раз специально отталкиваюсь от того, что пишут в популярной литературе, для того, чтобы, повторю, верифицировать эту информацию, да, проверить ее на достоверность. Так вот, вот что касается в популярной литературе, вот это же людей, которые попадают в специфические отношения, называют прямо конкретно жертвой. Я думаю, чтобы нам не путать наших зрителей в понятиях, мы оставим это слово для сегодняшнего просто применения. Потому что, ну, я повторю, да, везде используют вот это спасатель, жертва, агрессор, ну, вот уже просто как оскомину на языке набил, но, тем не менее, есть определенное закрепление этого слова. Вот. И поскольку мы отталкиваемся от коммуникаций, да, то надо понимать, откуда вообще прилетает этот термин в жизнь любого человека, откуда он берется, как человек становится той самой пресловутой жертвой, что его характеризует, какие бывают жертвы. Ну, такой маленький теоретический экскурс. Маленький теоретический экскурс. Да, у нас, в нашей культуре, популяризировалась концепция треугольника Карпмана, да, собственно, из которой все эти понятия. Жертва, агрессор и спасатель. Вот. И треугольник Карпмана, в первую очередь, это теоретическая конструкция, которая говорит о том, как устроена коммуникация, когда она происходит, ну, каким-то искривленным, в общем, искаженным способом. Да, и Карпман относится к транзактному анализу Эрика Берна, то есть, в принципе, он ученик Берна, его последователь. И Берн, я думаю, все слышали про эти книги, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, вот это вот все, сценарии жизненные. По сути, Берн переработал психоанализ и сильно упростил его, добавив этому, скажем так, ну, как это, есть такие паблики ВКонтакте, типа латынь для пацанчиков. Вот. И как бы этому придали звучных каких-то названий, например, отрицательное подкрепление, там, называется пинок. Да, и сразу как-то пинок. Вот я получил... Ну, эмоциональный такой добавил. Да, ну, добавил этим термином эмоциональных и очень каких-то, понятно, окрашенных вещей, да, то есть, ну, упростил. Упростил. Как и любое упрощение, оно как бы дальше еще больше упрощается, когда уходит в массы, и все-таки, ну, Берн жил-творил в 60-е годы в Южных Штатах Америки, и, соответственно, мышление его тоже, ну, было соответствующим, достаточно патриархальным, достаточно дискриминационным в каких-то местах. Это в то время-то было, ну, адекватная ситуация, возможно, да, другого не было, да, поэтому терминология ушла в жизнь, в народ и так далее, да. Если мы самого Карпмана сейчас послушаем, потому что он дает интервью, и он уже так подустал, наверное, всем говорит, что данная концепция, например, неприменима к насилию, данная концепция неприменима к каким-то там ситуациям преступления или еще чего-то, да, что это концепт, который относится только к коммуникациям, и, ну, например, с ним чуть-чуть соотносится концепция Шварца, АСФ, так называемая структурная терапия субличностей, то есть это семейная терапия высовершая концепция, которая говорит о том, что у нас очень много разных частей, очень-очень-очень много, там, 200-300, да, и все они вступают в какие-то контакты друг с другом, и у него они делятся там на менеджеров, изгнанников и пожарных, что, по сути, тоже можно соотнести с треугольником Карпмана, да, изгнанники это та же самая жертва, ну, то есть, по сути, это наши травматические части, да, и то, где мы оказываемся в жертве, это какие-то наши детские травмы, травмы, которые за жизнь нажиты, какие-то сложности, которыми преодолели жертвы, это определенный способ адаптации, так же, как и тиран, так же, как и спасатели, у каждого из психики, они у нас есть, потому что сама по себе человеческая социальность и культура, они порождаются в зависимость, пока мы не переходим на какой-то другой уровень мышления, осознанности, не начинаем осознанно границы выстраивать, спрашивать себя, а мне как, спрашивать другого, а тебе как, когда мы как-то, ну, чуть-чуть-чуть больше осознаем, как мы взаимодействуем, то есть, это такая автоматическая программа, как и любая автоматическая программа, она создана для облегчения, ну, мы же, когда домой приходим, например, мы не проверяем каждый раз, где у нас выключатель, мы помним, где он, и так с размахом по стене делаем, и свет появляется, да, это стереотип, то есть, у нас есть какое-то стереотипное поведение, представьте, если бы с утра просыпались и, не знаю, что вы пьете, я пью кофе, я уварю в турке, да, я себе каждый раз искала, где у меня турка, где у меня кофе, что вообще делать, сначала воду налить или кофе туда засыпать, или сначала кофе насыпать, да, то есть, эти действия экономят нашу энергию по большому счету, но в них всегда есть некоторый опасный момент, который вызывает привыкание, да, что тут же вы на автомате, там же вы на автомате, экономно-экономно, очень экономно с точки зрения энергии, и, например, если с нами происходит какое-то из ряда вон событие, драматическое или просто тяжелое, затяжной стресс, то, естественно, мы можем регрессировать, и, по сути, вот все элементы треугольника Карпмана, они про детскую позицию, что спасатель, что тиран, что жертва, так называемая, да, и, ну, с точки зрения данной концепции, все участники коммуникации, они стремятся в жертву, потому что якобы у него больше выгод. Тут можно поспорить про вторичную выгоду, вторичную выгоду, в общем, еще отдельную передачу можно сделать, потому что это тоже очень такой эфемерный концепт, да. Тем более, что сейчас вроде бы отходит вообще от этого термина вторичного. Слава богам, да, ну, потому что все, на самом деле, упирается в потребности, да, и какую потребность мы удовлетворяем, каким способом, да, условно, это жертва, это просто один из способов удовлетворения нашей какой-либо потребности, вот, но эта потребность как-то, как-то не выполняется, да, и, например, что из этой части ее невозможно удовлетворить, да, и в каждой, ну, в жертву мы все так или иначе где-нибудь доказываемся, как-нибудь неудобно, и оба все покупали, да, ходили в ней потом целый день, страдали, приходили домой, снимали, господи, какой кайф, значит, что я сразу удобную-то не купил, да, или какая-то история, мне очень нравится, забавно, я часто рассказываю клиентам, она в свое время в интернетах гуляла про семью, значит, которая утром-воскресенье, и что-то они решили сварить сосиски, и мама, когда эти сосиски варит, все время пополам их режет, и, в общем, ну, 10 лет они в браке, муж спрашивает, слушай, дорогая, 10 лет ты режешь сосиски, зачем? Она говорит, я не знаю, мама так делала, дай позвонить твоей маме, вот они позвонили маме, она говорит, я не знаю, бабушка так делала, звонят бабушке, слава богам, бабушка жива, бабушка говорит, а вы что, до сих пор в моей маленькой кастрюльке варите? Лояльность семейному сценарию. Да, лояльность семейному сценарию, трансгенерационная передача, и вот нет никакой мистики, да, про родовой сценарий, что-то там про предков, нет, у нас была какая-то история, и когда-то она работала, например, была только одна маленькая кастрюлька, других в продаже не было, резали сосиски, потому что в кастрюльку не помещались, когда-то это работало, когда-то там, не знаю, в 40-е, 50-е, других кастрюль не было, да, сейчас кастрюль, пожалуйста, любая, но мы по-прежнему продолжаем так действовать, потому что, да потому что никто нам не объяснил, что происходит, почему эти сосиски резали, да, мы видим просто, что сосиски режут, ну, наверное, так и положено. Не задумываясь о том. Да, не задумываясь, то есть у нас не возникает это автоматическое действие, когда мы по поводу него не включаем осознанность, а мне вообще хочется резать эти сосиски, а мне-то надо ли их резать, или еще что-то, еще что-то, да, и таких вещей в жизни просто миллион маленькая тележка, какого врача лечиться, какие лекарства пить, в какую школу отдавать ребенка, я не знаю, какую еду покупать на ужин, их миллион, и по поводу, да, мы часто не задаемся вопросом, а я-то вообще хочу, не хочу. Такое делаем выбор без выбора. Да, выбор без выбора, неосознанный, он всегда, это тоже выбор своего рода, ну, я же тоже выбираю действовать на этом автомате. Да, ну, так говоря, это сознательный выбор в автомате. Мы возвращаемся из этого экскурса о том, как мы делаем выбор, и иногда не понимая, как мы его делаем, возвращаемся вот к тому, откуда приходит вот это вот страшное слово жертва и чем она жертвует на самом деле. Тоже хороший вопрос, такой неоднозначной этимологии, потому что в каждом конкретном кейсе, если это в кабинете, мы смотрим, что в семье происходило, да, на несколько поколений, да, ну, потому что иногда бывают ситуации, когда сильные травматические события, которые были в истории, влияют, иногда бывает, когда какие-то личностные события человека повлияли, а иногда, что действительно это автоматный какой-то сценарий, который в семье был, который в социуме есть, который, ну, поддерживается, потому что что работает, что выбирать-то? Работает же плохо там, криво, но работает, зачем напрягаться, как-то перестраивать его, но это больше энергии необходимо. В целом, это культура. Чем более мазохистической и нарциссической культурой мы живем, тем, соответственно, выше уровень нахождения в пресловутом треугольнике, да, в пресловутых коммуникациях такого рода. А мы в какой культуре сейчас живем? Ну, достаточно нарциссической, это причем такая общемировая тенденция. Пахать как не в себя, например, да, заработать все деньги мира, работать на самой крутой работе, ездить на самой крутой машине, да, не прислушиваясь к себе, мне все равно, эта машина нужна или нет? Мне нужна такая крутая школа для моего ребенка или нет? Вообще, она мне нужна или кому-то? Да, да. Ну, то есть, когда вот эти вот зрители какие-то у нас появляются, в общем-то, эта часть включается, когда мы не к себе прислушиваемся, но есть некоторая социальная конструкция. В психодраме есть такое понятие роль. Роль, она первичнее по отношению к личности, чем, собственно, личность. Личность у нас там отрастает постепенно, а вот мы родились, и мы уже какой-то младенчик, писающий, какающий, кушающий. Вот, у нас уже роль есть, мы что-то делаем. Ну, то есть, роль относится к действию. Этими ролями нас наделяют. Какая-то роль закрепляется условно. Ребенок лет пяти гуляет во дворе, ему классно и весело, и тут он идет, и не знаю, как-то падает, и все ржут. И все падают, и начинает какая-то дома развиваться история про то, какой этот ребенок в детстве был забавный. И какой он дурачок. Да, или всем говорили, руки у тебя из какого места в детстве растут, если вы, не знаю, разбивали чашку, ложку, что-то падало, там, не знаю, так далее. Никто же не научился сразу что-то с первого раза делать, а этот стереотип закрепляется. Да, и вот вы уже взрослые, не знаю, роняете чашку, говорите, вот руки-то у меня из пятой точки растут. Как это? Вот, это тоже такая из соцсетей байч, который мне очень нравится. Мальчик с папой несут ящики с глазами, а мальчик такой, ну, лет десяти, и мальчик роняет ящик, он тяжеловат для него, и начинает, в общем, ну, видимо, как говорят, ну, там, мам, бабушка или кто-то еще, учителя в школе, говорит, вот я косорукий, там, крипой-косой. Да, то есть, по сути, если мы в треугольник карпина посмотрим с эту соцсетию, он открывает игру, да, хотя игру мог кто угодно открыть, события открывает игру, так называемую. И папа говорит, мам, ну, типа, Зай, что мы делаем, когда гвозди упали? Он говорит, собираем их, правильно? Ну, потому что эти же вещи никак не помогут собрать гвозди, да, но в этом месте есть, у нас есть какая-то такая часть, мы оказываемся, что в иллюзии, что надо себя наказать, например, и так далее. Можно я вот здесь сразу вас перебью? То есть, вот в этой ситуации треугольник был бы активен, если бы папа сказал, да не переживай, ну, что ты там... Или папа бы сказал, вот же ты действительно косорукий. Или подтвердил, да, то есть выступил бы либо в роли спасателя, либо в роли агрессора, да, наказав ребенка еще больше, а папа выступил в роли человека, помогающего действием осознать и выйти из этого, какого-то состояния. Да, да, то есть этого коммуникативного транса. Перевал вот этот транс. Да. Возвращаясь к Шварцу, ОСФ тоже не мой метод, но поскольку я сотрудничаю тогда с коллегами, которые в этом методе работают, там это называется транс. И это чуть более точно, чем коммуникативная игра, которая в треугольник Карпмана происходит. Ну, то есть, по большому счету, мы большую часть жизни проводим в трансе. Любые автоматы — это трансы. Ну, как бы не те, которые там... Понятно. Обычный житейский бытовой транс, скажем так. Обычный житейский бытовой транс, когда мы не осознаем, что происходит. Павел, ну, мы-то все читающие вот эту вот литературу популярную благополучно навешиваем на себя ярлилки, что раз меня в детстве не любили, я, значит, став взрослой ищу это прям вот разливающаяся такая токсичная штука. И в умах, как говорится, что я выросла, я ищу всех любовь. Я это не понимаю, что я ищу всех любовь, и поэтому я подстраиваюсь под всех окружающих. Когда надо, когда не надо, выстраиваю под эту свою стратегию. И потом чаще всего попадаю именно в то самое состояние жертвы, когда меня, условно говоря, вытирают ноги, садятся на шею, козлом спущение делают. Смотрите, сполшные метафоры на эту тему. Вот, да, чувствуете, да, и чувствуете, как мозг отъезжать немножко начинает, когда мы вот в этих метафорах. Метафоры яркие, очень такой маркер. Метафоры яркие, маркер, но, как сказать, например, я в своей работе очень люблю применять метафоры, но я их применяю всегда к факту. Там есть процесс-анализ, который после происходит. У нас есть обратная связь, есть процесс-анализ, разбор, что-то, 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 и к этому теоретические конструкты. По-честному, если мы зайдем в кабинет психотерапевта, и неважно, в каком подходе он работает, мы посидим, послушаем, ну, если у нас там, не знаю, мы как-то там просочились, да, примерно один кейс одного человека, который приходит, говорит, вот, меня недолюбили в детстве, поэтому это рационализация же, и, ну, примерно работы все будут выглядеть одинаково, а концептуализация этих специалистов будет выглядеть по-разному. И, возвращаясь к треугольнику Карпмана, у Карпмана в 13-м году вышла книжка, наконец, он, видимо, очень устал от того, что все взяли его треугольник. Чем проще модель, тем проще ее тянуть, как савуноглобус, да? Такие слова еще яркие, звучные, как это, помните, в детстве рекламы, шампуней, там, не знаю, порошков стирально, до сих пор же, да? Да, 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 да. А вы еще все еще стираете с обычным порошком, да, до сих пор на возраст. Там, там, тополиный пух, жара, июль, да, позывной. Тетя Ася приехала. Тетя Ася приехала, да, уже давно тетя Аси нету в телевизоре, а мы ее до сих пор помним, ну, те кому там, кто помнит, и кому за, да, эти времена. Также примерно с этими концепциями происходит. То есть получается, что когда-то в жизни человека была ситуация, в которой эти концепции и стратегии его спасали. Сработали, да, именно. Но ситуация изменилась, тетя Ася уже давно не приезжает. Тетя Ася, да, уехала. А, да, а вот эта вот приговорка у нас осталась, и работаем автоматически, опять-таки, без вот этого выхода из транса по старой схеме. Да, ну, потому что однажды сработало. Однажды сработало. И даже не однажды. А может быть, даже и не однажды. Дважды, трижды. Да, и, соответственно, если мы, например, личностно растем, развиваемся, что-то с собой делаем, на психотерапию ходим, или, там, на йогу хотя бы, на медитации. Ну, не знаю, как-то, в общем, мы живем, там, не в формате дом-работа, телевизор, не знаю, или, там, соцсети. Ну, какие-то есть у нас вещи, где мы рефлексируем про свою жизнь, какие-то практики, в которых мы можем рефлексировать. Просто спойлер, неважно, какая практика. Важно, скорее, вкладывать в эти практики отношения. Есть у нас отражатель про это, да? А, по большому счету, в любых коммуникативных жестких ролях мы оказываемся там, где мы не получили достаточного отражения. Да, мы получили, например, интерпретацию. Уронили гвозди, и мама сказала, что я косорукий. Не то, что я... Факт же в том, что я уронил гвозди. Все. Если мы смотрим на факт, ну, просто я уронил гвозди, я могу их собрать, или не могу. Все. Интерпретирует-то значимый человек, ведь? Именно. А если бы это незначимый человек был, ну, такого бы, так называемого, импринта запечатления могло бы не происходить. То есть нам изо дня в день говорят, что мы косорукие, кривые косые, там, какие-то неправильные. Естественно, мы про это больше вспоминаем. Плюс все-таки человеческая нейробиология, нейрофизиология устроена таким образом, что плохое мы замечаем больше. Мы жили миллионы лет эволюции в условиях выживания, небезопасности. Конечно. И хорошее, оно скорее такая, вишенка на торте. Даже если мы какие-то базовые чувства возьмем, так называемые, да, у нас, ну, условно, три, это такие, про выживание, только радость такая. Чуть-чуть, чтобы... Три базовые, наверное, страха, агрессия и гнев. Страха, гнев и грусть, да? Грусть. То есть практически все эти чувства тревожные люди веками выживали лучше, потому что они тревожные, тревожные животные выживают. И, соответственно, чувство опасности быстрее проявляется. И организм, соответственно, реагирует. Да, и не происходит, например, проверки реальности. Это сейчас действительно опасная для меня ситуация. Вот сейчас конкретно в этой коммуникации, вот действительно ли мне надо притвориться мертвым опоссовом, например, действительно ли она такая опасная. И притворюсь-ка я лучше на всякий случай, мало ли чего. Да, мало ли чего, да, что, ну, статистически, да, и никого еще особо не убило публичное выступление. А страхов сколько? Ну, публичное выступление, оно всегда во всех исследованиях в топе человеческих страхов. А вот, не знаю, прогулка по темному парку или там езда на маршрутке в темное время суток гораздо более опасные мероприятия, по большому счету. Но они более привычные, да, публично выступаем мы все-таки не каждый день, например, в общественном транспорте ездим значительно чаще или там возвращаемся домой поздно. Или, не знаю, пользуемся газовой плитой. Газовая плита опаснее, чем публичное выступление. Да, но маркируется психика, они по-разному, эти события. И осознавать радость, значит, сложнее, чем какие-то печальные события. Вот мне сейчас хочется поделиться своим опытом, как я столкнулась со своим собственным треугольником Артмана. И, кстати, я слушала психологов, которые считают, что он вообще у всех, в принципе. Ну, только у людей, которые очень сильно продвинулись в плане роста своей сущности, как-то вот вышли из этого транса насовсем, а так он, в принципе, у всех. И если, ну, это было мнение специалиста, и если, ну, это мы потом попозже говорим, по поводу того, возможно ли вообще из него выйти, тоже большой вопрос. Так вот, значит, мой опыт заключался в том, что я признала в себе, да, что у меня много жертвенности, да, и что благодаря ей я определенных каких-то социальных и коммуникативных вознаграждений достигла, да, и я совершенно согласилась с тем, что я как спасатель очень часто выступаю. Но я была ужасно удивлена, когда мне показали, отзеркалили, что я очень часто попадаю в ситуацию агрессора, да. Вот это вот причинение добра, да, догнать и причинить добро. Да, когда ты реальную агрессию можешь проявить по человеку, который, в отношении человека, который по твоим каким-то представлениям, ну, ты можешь в отношении него проявить эту агрессию, да, вот мама с детьми мог себе это позволить, например, да, и так далее. Ну, в разных семьях разные отношения. Вот. И я это к тому говорю, что у меня вот этот транс начал как бы рассеиваться, ослабляться немножко только после того, как я вот эту картинку прям метафорически увидела, прям, ну, я не знаю, изображение, что я в этом треугольнике. И я в разных ситуациях разные роли на себя одеваю. И вот зачем мне это надо, начала задавать себе вопрос. Чтобы что? Ты сейчас жертва, чтобы что? Есть уже необходимость, да, вот в той, в твоей стратегии, концепции твоего поведения или нет? Мы сейчас с вами хорошо так отразили, чем, может быть, условно говоря, полезна вот эта ситуация жертвы, да, когда ты выживал в определенных условиях, благодаря тому, что ты вот притворялся, условно говоря, опоссумом. Но жертвы-то сейчас разные бывают, да, мы знаем кучу людей, которые вот этим своим, ну, условно говоря, опять-таки, токсом, там, нытьем и так далее, просто вытягивают энергию, просто живут на этом. Или это вообще не научно? То есть об этом вообще говорить нельзя? Ну, смотри, да, на самом деле, даже понятие границ пресловутая, оно популистское. Вот, в научной литературе мы не встретим такого понятия. Мы не можем вот так вот градуранжировать вот эти жертвы, что они бывают, вот такие, 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 такие. Мы можем только факты ранжировать какие-то, да, и свои чувства по этому поводу. Да, я что чувствую, да, меня это конкретно, почему раздражает, когда другой ноет, да, не знаю, возьмем поколение, у всех есть бабушка, да, какая-нибудь, бабушки бывают разные, да, но чаще всего поколение, там, бабушек, там, моих, наверное, ваших. Но моих уже нет. Моих уже, может быть, да, ну, мне 35 почти что, и, там, мои бабушки, например, под 80, и, там, начиная где-то с 60-65, применялся такой метод, наверное, стандартный, сейчас у кого заболит, ёкнет, вот, послушайте себя. Ну, например, вы звоните бабушке и спрашиваете, как у тебя дела, она делает. Ой, так было плохо вчера. Да, я чувствую, в этот момент возникают, да, ну, как-то, когда-то бабушке, да, это метод, там, выживать, помогать, привлекать внимание, получать его и так далее. А все эти поведения, они про то, что, ну, почему-то прямым и легальным путем я не могу получить, напрямую попросить. Да, и, ну, требовать, там, 60-70-летний человек, чтобы он по резкому как-то кабанчиком поменялся, переобулся в полете, очень сложно, потому что там просто, скорее всего, уже не возникнут такие нейронные цепи, чтобы понять, что, оказывается, можно просто попросить, там, могла бы ты мне звонить каждый, там, не знаю, каждый день, там, или несколько раз в неделю, как-то, чтобы мы могли договориться, да. Ну, это как раз возрастные ограничения. Коммуникативные игры, они, да, как бы, люди же 30 лет, которые себя так ведут, до 20 и любого возраста. Вот, потому что у них нету версии такой в голове про то, что можно получить, удовлетворить свою потребность напрямую, да. Если мы еще глубже посмотрим, возможно, потребность не осознается вообще, что у меня есть потребность, например, пообщаться. Или у меня есть потребность проявить агрессию, да. Например, там, поколение моих условных бабушек, людей там, у них же агрессия прям сильно была под запретом. И эта агрессия, например, переходит в пассивную агрессию, да. И я так понимаю, что то, что вы понимаете под нытьем, это как раз вот про это. Пассивная агрессия, да. Да, потому что термин нытье тоже прям очень не люблю. Оно оценочное, абстрактное. Оно оценочное, абстрактное, да. Пассивная агрессия. Здесь мы уже можем расписать, что есть. Это неглект, это висхолдинг, это виктимблейминг, да. Слава себе, страшное, но... Это пренебрежение, или это обвинение, или это стыжение, или это... Что это такое, да, когда есть какой-то факт? Когда ты мне говоришь так-то, так-то, и как опереться на свои чувства, да. Что со мной происходит, когда со мной таким образом общаются? Могу ли я с этим человеком по-другому общаться? Почему для меня это так ранит? И так далее. Ну, то есть выстраивание свои границы, свои взрослые эго-позиции, по большому счету, помогает как-то с этим взаимодействовать. Вот смотрите, Маш, две ситуации. Я, ну, вот, условно говоря, в роли человека «помогите, спасите, пропадаю», да, Карлсон, я сам больной человек на свете. И в этой ситуации у меня гораздо меньше шансов, что мне откажут, да. Да, раздражение будет. Но ты более социально добряемый, да. Да, наиболее социально добряемый, да. И мне в этой ситуации не страшно так говорить, да, проявлять себя, и привычно. Либо вторая ситуация, когда я звоню человеку и здоровым голосом говорю, ну, нормальным голосом, не манипулятивным, говорю, вот у меня там такие-то проблемы, можешь ли ты мне помочь. И вот тут страх отказа, он прямо сильно-сильно обостряется. Ну, страх отказа нас прям очень-очень раннее детство же отсылает. По большому счету, если я взрослый человек, я могу пережить отказ? Что будет, если тебя откажут? Что ты будешь мостик какой-то, да, перекинуть заранее, например? Вот мне сейчас просто прям вот ситуативно эта мысль приходит, что если я боюсь отказа, то я, наверное, перекину свой мостик такой туда, да. А что будет, если мне откажут? Как меня это повредит, условно говоря? Ну, понятно, что сейчас я себе могу сказать, что никак не повредит. Ну, не то ж, может быть, и повредит, но я признаю этот факт, что это может произойти. Что реальность, она наполнена не розовыми единорогами, там, не знаю, или не только ими, как минимум, да, что в ней есть разное, да. Условно, если мы возьмем ребенка там, ну, вот, то есть в этот момент, когда мы, там, нами какую-то манипулятивную такую фразу говорят, по большому счету, человек в этот момент оказывается в очень маленьком ребеночке, до пяти лет, в котором еще нет эмпатии. Видят детей на кассе, да? Которые, там, мастерят, кричат, купите киндер. Ребенок, у которого нет ощущения, что его любят, у которого нет стабильной привязанности к маме, она сегодня говорит, я тебя люблю, мур-мур-мур, завтра, говорит, я тебя, там, отдам бабе-еге, а послезавтра еще чего-то. Я, например, когда иду на остановку, если я еду на маршрутке, я мимо детской поликлиники всегда прохожу, господи, как бы каждый раз страдаю. Видя вот эти вещи, я тебя сейчас верну, медсестре, если ты, там, что-то там делать не будешь. Дети трех лет реально в это верят. Да, в этот момент, ну, все мы нет, нет, да? Силзы, родители не могут не верить этому пока. Да, в этот момент нет, нет, да? Эмоционально мы провалимся туда, в трехлеточку, у которой еще нет никакого понимания, что, а, я же, оказывается, как-то по-другому могу выжить, я, оказывается, как-то по-другому выживал. У него трехлеточки, кроме мамы, там, или другого близкого окружения, нет других вариантов, как выжить самостоятельно. Да, ну, то есть в этот момент мы же такие, у меня лапки, мы сдаем самостоятельность, или нам сдают эту самостоятельность, и как безопасно вернуться во взрослого. И вот чтобы понять, что у тебя есть разные стратегии поведения, ну, понятно, можно читать литературу, но лучше все-таки, если это вот, ну, такая запущенная уже ситуация, а это же можно еще, ну, вот, судя по тому, что вы сказали, это как-то, этот треугольник, он как-то манипулятивным просто выглядит, да, как будто все роли там манипулятивные. Все роли там жесткие. Жесткие. Вот, то получается, что лучше, наверное, сходить все-таки к специалисту, вот я сейчас так думаю, сходить к специалисту, чтобы разобраться, которые твои стратегии можно оставить, какие можно из них убрать манипулятивный компонент, чтобы быть уже, по-моему, как-то активатор, называется, да, человек, который живет. Я не транзактный аналитик. Ну, неважно. Ну, человек, который понимает, что он делает, и он вышел с трассы. Вот, пользуясь вашими терминами, вышел с бытового трасса и в состоянии понимать, что он делает, зачем ему это надо. Да, но я это могу сделать только для себя, да, посмотреть на свою реакцию. И есть какие варианты, да? Манипуляция, ну, как сказать, это как это, в наши дни нарцисс, новая бабайка, да, так же с манипуляциями. Мы там все стремимся из них выйти, там, не знаю, все что-то, быть суперэкологичными, либо наоборот. Адаптивно или нет? Это манипуляция, там, я ее осознаю или нет? Есть у меня сейчас, там, силы, ресурсы, еще чего-то, чтобы действовать по-другому. Да, ну, как бы, если мы относим свои реакции, поведение, размышления, рефлексию в кабинет к психотерапевту, например, у нас есть возможность, как бы, более прямое зеркало отразиться. Если мы относим их еще, если мы, например, к плюс психотерапии, еще пускаем, там, терапевтическую группу, то у нас, как бы... Много зеркал. Много зеркал, да. Сначала важно трехлетку варюлитировать, поэтому обычно всем рекомендую сначала личную терапию, уже потом постепенно вводить, например, групповую. Секундочку вас остановлю. Я сейчас правильно вас услышала, что если начинаешь работать, то ваши рекомендации сначала личная, потом групповая? Ну, можно и вместе, если выдерживается. Ну, обычно сначала лично, в зависимости от ситуации. Если мы в трехлетке оказываем сейчас, лучше сначала лично. В трехлетке, если честно, другие дети еще не настолько прям вау, эффект, по-моему, в таких таких... Понятно. Количество. Сейчас прям про те же манипуляции. В общем, не избегать, а как бы, ну, вот где-то, да, я вот манипулирую, а где-то не могу не манипулировать, где-то я могу по-другому. Это постоянно задать вопрос, как еще можно? Как еще я могу по-другому? Что еще можно сделать? Если мы во взрослом, ну, как бы, соединяемся, я, там, такой-то, мне столько-то лет, я получила, там, бы, не знаю, высшее образование, ну, что у меня вообще есть, да, с бэкграундом с вами соединяемся, то у нас, как раз, появляются еще какие-то способы, как еще можно действовать. Любые, как бы, трансы, коммуникативные, какие-то жесткие стратегии, они в нас обычно кидают то, что все есть или так, или сяк. Черно-бело мышление возникает, черное или белое, или пан или пропал. Все, это аффект, в большом счете. Ну, первое, что мы делаем, выходим из аффекта, возвращаем себе себя, дальше пытаемся рефлексировать, и как действует соковсообразная ситуация. Если это экстремальная ситуация, мне очень понравилась недавно цитата, которая мне попалась, если вы оказались, там, под угрозой лавины, и стоять, и бежать одинаково, хороший выбор. Потому что лавина, когда идет, мы не знаем, что будет дальше. Куда она пойдет? Интересно. Можно? Ну, вообще, как бы, да, действительно, про незнание того, куда эта лавина пойдет. Да, и, ну, еще и такая позиция, про исследовательскую позицию. Ну, например, на данный момент я учусь на Гештальте, до этого я училась, так, социальная терапия, и это очень про позиции исследователя. Это же тоже такая, ну, ярлыковая тема. Когда приходит человек, он говорит маркерную фразу, и мы же уже в тиктоках, интернетах, там, посмотрели. Я пришел поисследовать себя? Нет, я бы уже писали, ага, ты пытаешься мной манипулировать, мне нужно защищать свои границы, как-то там. Или дикий психоанализ, который тоже сейчас... Да, дикий психоанализ. У нас есть психоаналитик, и у нас есть прикол про то, что я, молодой человек, изобрел подъездный психоанализ, а вот, как бы, на самом деле, реально грандиозный подъездный психоаналитик, потому что бессознательный человек, прекрасно работает, да, и это тоже один из вариантов, на самом деле, исследовательской позиции. В исследовательской позиции у нас нет предпосылки. Кто ты и что ты. Ты сейчас эту фразу сказала, ага, ты хочешь мной сманипулировать, подлецами, там, а, зачем я это делаю? Наверное, у меня авторичная выгода. Да нет. Ну, что-то я делаю, какая-то потребность есть у меня в этом. Смотрим, исследуем, смотрим на то, какие феномены в этом вообще не возникают. То есть, получается, если я, вот говоря, в контексте нашего сегодняшнего разговора, веду себя как жертва, например, да, вот прям вот сильно условно, то я могу себе задать вопрос, а зачем я это делаю, да? Если это я делаю, не знаю, зачем, потому что мне, ну, как ребенку страшно, да? Для чего, скорее? Да, для чего. Для чего? Самый универсальный. Зачем тупиков вопрос? Вы правильно. Вот. То я могу там найти, например, исследовав это, найти, что, ну, вот, мне хочется, я какую-то потребность, вот такую-то конкретную потребность здесь закрываю, и все, и как бы вопрос исчерпан, да? Ну, да, если это, по-двесему, вот такая, тогда в потребность возвращаемся, оказывается, потребность можно и так, и так, и так еще раз. Если, да, если, допустим, я это делаю, потому что мне страшно, а страх это потребность безопасности, то, наверное, я туда, да, иду, вот почему мне страшно, что я могу... Как же я себе могу сделать безопаснее? Да, что я сейчас могу сделать, чтобы обеспечить свою безопасность? Или как могу по-другому решить тот или иной вопрос? Другой момент, проверка реальности. Ну, то есть, по большому счету, брошение к потребности, проверка реальности. Действительно ли ситуация настолько опасная, или вот что-то сейчас происходит? Если ее сложно проверить, ну, сначала к потребности и к выносимой-невыносимой. Какой-то еще я пример хотела привести, сейчас забыла. А, Эдди Тегер, да, которая так прекрасно зашла всем в прошлом году, у нее в книге Дарья есть прекрасная цитата, люди, пережившие примерно то же, что и она, она прошла в концлагерь, часто задаются вопросом, почему я, за что это произошло со мной, вот, а выжившие задают с вопросом, и что теперь? Вот. И, ну, как-то она так, тоже это слово выживший хорошо применяет, да, если вам уже там сколько-то лет вы выжили, поздравляю. Точно. Потому что, да, если там вспомнить, ваше мое детство, можно было во дворе, например, пойти погулять и не выжить, да, тени там кормить, в телек кидать, еще что-то такое, и всячески развлекаться подобными способами. Да, масса было вариантов. Мы ездили в моем детстве, мы с 7-летнего возраста ездили одни в общественном транспорте, даже без мысли о том, что это может быть опасно, и вечерами, и утрами, и вообще на другой конец страны могли уехать. Да, вы сейчас давно видели одного одинокого ребенка в 7 лет в общественном транспорте. Скорее всего, органы опеки быстро заинтересуются родителями этого ребенка, если его заприметят, что он там один в школу ездит на общественном транспорте. То есть получается, что мы выходим из детства, из подростковости, из семейных каких-то сценариев с лояльностью, и вот с этим, условно говоря, я прям аккуратно стараюсь, условно вот этим сформированным треугольником, в котором мы и жертвы. Только из семи, из школы, там нам еще прям поднасыпает. Ну, из всего социума, в общем-то. Да, школа поднасыпает, будь здоров. Ох, школа. Да, и двор, и так далее, да. Спорт у кого, у детей. И мы выходим сформированным вот этим вот треугольником, в котором мы действуем, коммуницируем, и который часто нас приводит в состояние вот этого аффекта, и недовольства, и еще большее какое-то недовольство своей жизни, иногда даже там в какие-то дистрессовые ситуации, и так далее. Выход один. То, что вы сказали. Собственная субъектность. Собственное обращение к тому, а кто я, а что, и зачем мне это надо. И исследование себя. Хорошее слово, исследование себя. Исследование вообще прекрасный процесс. Когда мы все переводим в исследовательскую позицию, насколько это возможно, то понятно, что в небезопасности, полной небезопасности, если там, не знаю, демотрясение разрушило ваш дом, сложно оставаться в исследовательской позиции, но какие-то ее куски все равно так или иначе сохраняются, даже в самом сильном стрессе. Первое, принять ситуацию всегда, если это действительно ситуация. Что за ситуация-то сейчас происходит? Я точно знаю, что мне лично понадобилась смелость, осознанность и правдивость в отношении себя. Когда ты... Самое сердечко про... Сам тебе не брешь. С собой. Это, на самом деле, для меня это было самое сложное. Смелость у меня как-то проблем нет. Нет особых с ней сейчас. С осознанностью тоже. А вот правда говорить себе, когда ты на протяжении многих-многих-многих, даже не то что лет, а десятилетий, врал себе самой или продолжаешь врать, вот это очень тяжело. Я тут сейчас чуть-чуть поддержу. Все-таки это тоже к лексике и к бытовому языку и мышлению относится. Если у нас нету, скажем так, опыта говорить фактами и смотреть на факты, а не на интерпретацию этого факта, то нам и правду говорить сложно. Что тогда такое правда? Да, 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 да. Да, ну так, в некоторых версиях, да, вы сейчас в эпохе метамодерна, это в эпоху постправды вообще там, что такое правда, да, что правды может вообще нет, есть только в вас и маленькая тачка интерпретации каких-то. А ну вот как бы это протестирование реальности, опять-таки. Это сейчас что? Даже если я цитил реальность внутри себя, мне же тоже важно внутри себя быть в этом честной. Если я говорю кому-то, ну, условно говоря, мне нравится, вот мне нравится ваш костюм, он очень красивый, вот такой прекрасный лиловый оттенок, а ну это прямо придумана ситуация, а мне он на самом деле не нравится, то внутри себя я могу сказать себе, а он мне на самом деле не нравится. Так это ведь тоже какая-то правда должна быть, ну вот, или там, допустим, я, наверное, неудачный пример. Нет, пример неплохой, да, ну смотрите, я же могу себе тоже соврать, например, костюм меня раздражает вообще, там смотреть на него сейчас не могу, когда уже этот гость идет из студии, черт подери, а то сейчас глаза мои вытекут. И, например, говорю, у вас такая прекрасная костюма, да, например, мы там тогда по идее подавляем свое чувство. Ну вот, знаете, это вот... Я в внешнем мире могу что угодно сказать. Вопрос, что я себе говорю? Это коммуникация, когда я говорю вам, а еще есть, ну внутренняя, вот моя личная коммуникация, когда я что-то делаю внутри, никто не слышит моего внутреннего диалога, но я уже даже внутри сама себе вру. Вот здесь, мне кажется, еще сложнее, когда ты вот прям вот наедине с самой собой, с самой себе врешь. Ну, это опять к потребностям нас отсылают, да. Зачем? Для чего-то. Живой вопрос. Для чего-то я, не знаю, бываю с собой временами не очень честна, для чего-то я подавляю свои чувства и свои потребности. Для чего-то ты не хочешь быть самой собой, да, что-то самой себе придумываешь. это как-то вот тоже... Слишком грубо. Да, это как-то грубо и небережно к себе, да, как с принятием и любовью себе, да, иногда я себе вру, ну, вот честно, мы все, как говорил доктор Хаус, мы все врем, и себе в том числе мы тоже периодически врем, или там, может быть, я еще не разобрался, да, что для меня-то внутренняя правда. В АСФ, юнгианском анализе, психодрайме есть такое понятие самости, да, и самость, она, ну, больше всего, у меня раз метафора к ТВСС, это про солнце. Мы не можем прямую смотреть на солнце. Я вот сейчас смотрю на осветитель, и мне, на самом деле, глазки-то уже подрезывают, да, но только так, как бы мое лицо будет достаточно хорошо освещено. И тут тоже, ну, мы можем отвернуться от солнца, но никуда же не денется. Не бывает людей без самости. Так же, как и не бывает людей, которые спокойно смотрят на солнце. Да. Ну, если только они не вооружены очками, да? Ну, или там, маской, не знаю, какой-нибудь для сварки. Невозможно напрямую посмотреть на солнце. Мы можем, ну, через стучки мы можем увидеть, или как-то там, через очки, да, то есть у нас какой-то инструмент необходим, чтобы с этим соприкасаться. Процесс. Мы говорим о процессе в любом случае. Но солнце высвечивает нам другие то, что происходит, да? То, что такая тема. Часть про принятие тени своей, да, иногда вру себе, да, иногда я в жертву попадаю. Да все мы там попадаем. В целом, за счет человек социальный вид. По одному мы бы не выжили еще во времена сам близубых тигров, потому что один человек сам по себе котлетка ходячая, да, мы выживали за счет общности, чтобы выдерживать общность необходимые ну, какие-то инструменты. Да, и чем там структура социума, мышление, технологии, все остальное усложняется, тем более простые варианты не работают. То есть получается, возвращаясь к началу разговора, когда, что такое жертвы, чем она жертвует, она, собственно говоря, можно сказать, жертвует чем, а можно сказать, жертвует не жертвует ничем. Да, это просто один из вариантов адаптации. Не самый, возможно, комфортный, не самый, возможно, иногда рабочий, но надежный, как швейцарские часы, как говорится. Я думаю, вы как специалист никогда не скажете, что надо из жертвы выходить. Ой, господи, я прям я специально акцентирую на этом интонационно, потому что это действительно звучит уже. Вот скажите, как это должно звучать, чтобы люди как-то спокойнее относились к тому, что кто-то опять вот в этой бытовой, в этом бытовом диком психоанализе будет это говорить. Сейчас я придумаю, да, потому что выйди из жертвы, стань автором своей жизни. Первое, мы смотрим, да, у человека там вообще руки-ноги целые, да, вообще в состоянии, ну, блин, где же прям естественный состояние жертвы? Прям вы заболели. Представьте, вы болеете, температура 38, лежите с гриппом, там, не знаю, короной, еще чем-то, и вам говорят, встань и иди, там, да, а что это ты не на работе, иди, обливайся, иди, да, еще холодной водой побливайся, да, ну, это же бред, или в ногу вы сломали. Ну, как бы, танцевать со сломанной ногой так себе. Развлечение, развлечение, идея, это называется, если человек, если ногу сломал, на костылях, ну, нам нужен гипс, костыли, да, какое-то время нога восстанавливается, но вот, все, нога восстановилась, заросла, костыль он не убрал. А иногда бывает ситуация, что, ну, какое-то критичное повреждение произошло, и, ну, возможно, дальше, дальнейшую жизнь придется ходить иногда с костылями. Маш, прекрасная метафора про костыли. Да, прекрасная. Метафоры физической травмы, они суперточные, да, по идее, травма, порезали ему пальчик, когда резали, не знаю, капусту на борщ, да, тоже травма, но эта травма затягивается за три дня. Ну, там, условно, там, не знаю, день, два, у кого как заживает. Можно, не знаю, там, без руки и без ноги остаться. Возрастные травмы тоже затягиваются, но не так быстро, и при том, что она на день работает. то есть у нас есть какой-то процесс реабилитации. Если мы выйдя, там, из жертвы, говорим, человек, который в процессе реабилитации, или у него действительно сейчас, прости господи, ногу оторвало, руку, он действительно тяжело болеет или еще что-то, естественно, уровень функционирования понижается в этот период времени, и, ну, в той мере, в которой взрослый, там, дееспособный человек в состоянии брать на себя ответственность, он, например, сейчас, его потребности, у него есть какие-то ограничения, да, то есть это осознавание своих ограничений, ну, как мы выходим из, вот, прям, язык тяжеловаряется, так сказать, позиции жертвы, мы осознаем свои ограничения, свои возможности, свои ресурсы, кто я, что я, зачем я, пробрать ответственность, все это есть, это есть, ответственность за свою жизнь, я понимаю, кто я, зачем я, куда я, или если не понимаю, я могу признать этот факт, что, ну, я пока не понимаю, но у меня какие-то способы жить, эту жизнь есть. А можно и ничего не делать, как с лавиной, да, можно бежать, а можно стоять. Можно бежать, можно стоять, это тоже выбор, не делать выбор, это тоже иногда выбор, иногда значительно более тяжелый. Мне вообще очень нравится, что в конце нашей передачи, вот, на какую бы тему мы ни говорили, специалист приглашенный всегда говорит, что, ребята, это ваш выбор, вы можете вообще ничего не делать, вот, в этом аспекте, в этом аспекте, в этом аспекте, и ваша жизнь будет как бы, ну, как-то она будет организовываться, как-то же она организовывалась до этих пор, как-то она будет организовывать. А если уж вам не втерпевшего действительно что-то хотите изменить, ну, велкам, да, и здесь такая же ситуация, собственно говоря, вы сейчас, такой миф для меня, и не только, наверное, для меня развеяли, о том, что я тоже была в этом, как, несмотря на то, что я психолог лично, я была вот в этом вот магическом представлении о том, что вот это то, от чего надо избавиться, да, всеми частями, кусочками тела. как сказать, можно, конечно, избавиться там. Ну, ты тогда от счастья себя тоже избавишься, так же, как от тени, ну, нельзя избавиться от тени, от страха, как это, избавлю, вылечу, как это, уберу, как пишут в этих пабликах, да, уберу страх, и так далее. У вас там сущность и дигномика, сейчас я ее почистью. Сейчас я ее почистью, да, нет, невозможно, ну, как бы добровольно вырезать себе селезенку, зачем там? И зачем самое главное? Зачем делать себе так больно? Для чего мне от этого избавляться, куда это может трансформироваться? Если что, в психике ничего, ниоткуда не берется. Здесь так всегда было, как минимум, необходимо. Или было, даже если она до сих пор функционирует, но тоже необходимо, просто, например, я пока не знаю, куда, там еще, как еще может быть. Как эти, в этом анекдоте, на любимом, идет там рыцарь по берегу, и очень хочет, пить до воды еще, как там, не знаю, метров, не знаю, сколько-то, и он, там все, уже 20 метров до воды, и тут дракон. И он такой, ё-моё, меч берет, идет на дракона, они борются, три дня и три ночи, силы их равны, оба уставшие, замертво падают. И дракон спрашивает, мужик, ты что хотел? Он говорит, я пить хотел. Ну, так и пил бы, да, ну, что, а что, так можно было, да, что эти, ну, какие-то социальные конструкции и лояльности, они говорят, нет, вот просто так нельзя, надо 33 китайские чайные церемонии, нельзя просто собрать гвозди, надо сначала себя поругать, что я их рассыпал, зачем, да, чем это нужно, для чего, что изменится от этого, как жизнь от этого моя лучше станет, и так далее, и так далее. Спасибо, спасибо, Маша, спасибо. Ну, и спасибо вам огромное, передача получилась, на мой взгляд, очень интересная, а зрителям я хочу сказать, что, возможно, костыли, на которых кто-то из нас ходит, может быть, уже и не нужны, нога-то уже заросла, и мы можем ходить самостоятельно, понаблюдайте за собой, поисследуйте себя, это прекрасный способ, как нам сказала наша гостья Мария, улучшить свою, в общем-то, жизнь, а можно и ничего не делать, всего вам хорошего, будьте с нами, с вами была передача «Фокус на человека», в студии работала Наталья Ежова, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,